Знаете, я так люблю, когда дети остаются дома. Короче, мы не ходим в садик. Причём мы не ходим в садик уже... Когда мы на прошлой неделе... А, на прошлой неделе мы походили, там, по-моему, пару дней. Потом были выходные. И после выходных мы не ходили. Сегодня, к слову говоря, вторник. Но товарищи мои сидят дома, потому что они начали кашлять. Вот. И, в общем, лечимся мы теперь. И, честно говоря, это просто сумасшествие какое-то, потому что они кашляют в основном ночью, а днём они носятся и в целом хорошо себя чувствуют. Поэтому мне очень весело. Ко всему прочему, я даже не могу успеть голову помыть, понимаете? То есть, как бы я всё планирую, что... Ладно, завтра дети пойдут в садик, я там уберусь, я помою голову, я сделаю то-то-то-то-то. Но в итоге ничего из моих планов не реализуется. И в итоге... В итоге я остаюсь в полной... В полной... Честно, блин, ненавижу, когда всё идёт не по плану. Даже не то, что не по плану. Короче, извините за такой ракурс. У меня просто некуда вас больше поставить. Не то, что не по плану, а просто потому, что хочется сделать быстрее всё, а не получается. Ну, по силу того, что когда дети дома, вообще ничего не получается сделать, кроме того, что готовить и кормить их. Всё. Да ё-моё, сегодня вообще какой-то день. Смотрите, я варила кашу. Меня Дима отвлёк, типа, носки ему помочь надеть, найти там футболку. В итоге всё утекло. В итоге всё утекло, пригорело. Теперь ещё каша опять разлилась, вот пока тут мешают. Плюс она ещё какими-то комочками. Прямо сегодня я чувствую мой день вообще во всех его проявлениях. Мне ещё сегодня Кристину везти на тренировку, а, соответственно, мне их с собой брать, мальчишек. Вот. Саша уехал в командировку, а я с ними осталась наедине. Всё на мне и, в общем... Короче. Спасите! Я ничего не успеваю. Я ничего не хочу уже успевать, если честно. Короче говоря, у меня стресс. И вот как? Как вот в таких условиях работать? Я не понимаю. Как можно работать, когда у тебя дети постоянно болеют? Когда ты сам, блин, болеешь? Саша мне пишет. Я ему написала, что мы опять дома. Он мне пишет. Везёт, с детьми будешь. Знаете, короче говоря, всё очень прекрасно, конечно. Но я хотела хотя бы голову помыть. А ещё, знаете, что у меня начала подбешивать посудомойкой? Ну, или даже не посудомойка, а не знаю что. То ли это посуда такая фиговая. Достала я вот эту белую посуду. И смотрите, это вот помылась она сейчас. Я открыла. То есть посуда должна быть мытая на секундочку. И знаете, вот эта тарелка моется уже третий раз в посудомойке. И вот она вообще классно, да, помыта? И дело даже не в таблетках, понимаете? То есть у меня это получилось отчистить на другой партии. Только комы там вручную, понимаете? Да, весь масштаб проблемы. Просто есть посуда, которая отмывается. Соответственно, я делаю вывод, что это качество посуды такое. И меня прям трясёт, если честно. Ну вот крышка вроде мытая. Хотя я не уверена насчёт крышки. Короче, видите, у меня одни расстройства. Я терпеть не могу, когда всё идёт не по плану. Для меня это прям реальный стресс. Нет, это тоже не помыла. Вот. Для меня это реальный стресс. Вот это вроде. Не знаю, не пойму. Вот. Хочется, чтобы всё было по плану. А оно нифига ничего не по плану. И ещё и когда посуда нормально помыться не может. У нас же ещё тут просто день рождения было у пацанов. И, ну, представляете, ещё была гора посуды. Тоже ложка, смотрите, не помылась. Меня прям мясо весит. Я не могу. Что за... Что это такое вообще за испытание моей нервной системы? Мне вот интересно. Кстати, вот эти лайкеевские ложки мне понравились. Детям удобнее кушать. Ну, конечно, не малышам, а именно как сейчас, да. То есть им малышковые ложки им уже маленькие. А эти столовые большие. Короче, я ещё и перможу. В общем, вы понимаете, да? Моё состояние классное. Тик-тик. А почему один одетый, второй раздетый? Иди, Егор, иди тоже оденься. Вперёд. Тик-тик-тик. Зато вчера было 14 февраля, и мне Кристюша сделала вот такую коробочку. С причинами, почему она меня любит. Я ещё ни одну не открыла. Надо сегодня начать. Она сказала, в день по одной штучке доставать и смотреть. Вот. Так что постарался ребёнок. И ещё... И ещё она сделала вот такое дерево. Я люблю маму. Такая красивая. Красивая. Кстати, если вам интересно, чем я лечу детям сопли и кашель. Так, смотрите. Это у нас для промывания. То есть, именно такой вот шести месяцев орошения для промывания, орошения полости носа. Вот. Значит, промываем. Потом аспиратором всё убираем. И дальше, если зелёные сопли, то полидекса. Причём мы ей не капаем, потому что знаю, что ноги капают. И сама раньше капала, потому что я не понимала, как ей можно пшикать, если оно какое-то такое, да? Непонятно. Короче, оно пшикает. Вот, смотрите. Не надо ей капать. Вот. По одному впрыску получается. В каждую ноздрю. И... И-и-и... А если не зелёные сопли, то... Ба-ба-ба-бам. В холодильнике у меня стоит Деренат. Либо Генферон, по-моему, или что-то такое. Ну, в общем, Деренат в основном. Капаю. К тому же капаю. Вот. Ещё, если болит горло и красное, то вот взяла вот такой Аквамарис. Для горла. Один плюс, кстати говоря. Но я не уверена, что в год можно детям пшикалками пользоваться. Ну, не знаю. Тут уже с врачом советуйтесь. А себе, кстати, я всегда горло пшикаю инголиптом. Он противный. Он ужасно невкусный. Но он очень эффективный. Для меня, по крайней мере. И покупаю вот такой фуроцелин. Именно шипучие таблетки. Они быстро растворяются. И мне комфортно. То есть, я могу быстро растворить, прополоскать. Очень тоже хорошо лечит горло. Ну, и вообще какие-то инфекции во рту. Так, еще у меня вот такой фуроцелин. Но он не шипучий. Долго растворяется. Неудобно. Мне же надо все быстро. Я не могу долго, понимаете, ждать. Так, так, так. А Кристина, кстати, промывает нос вот такими порошочками долфин. Заливает вот в такую бутылочку. И, в общем, растворяется этот порошок. Ну, то есть, по принципу, тоже аквамарится. Но он прям хорошо ей промывает нос. С учетом того, что ей вырезали аденоиды. В три года, получается. Да. И у него очень плохо отходят сопли вообще. И вот эта штука нас спасает прям конкретно. Очень быстро ей восстанавливает нос. И она, ну, не заболевает, соответственно. От кашля детям даю вот такой линкос. Видите, он уже поток. Для устранения кашля. Вот. В общем, почитайте сами показания. Если сможете, тут потекло, видите. Ну, не страшно. В общем, врач назначал. И мне очень понравилось. Обычно я давала сироп солодки. Но я так понимаю, что это тот же самое. Но тут, видите, для детей удобно дозировать. И в целом неплохо он справляется со своими обязанностями. Поэтому вот так вот на данный момент. Самое лучшее, что можно придумать, когда у тебя грязные волосы, это заплести косички. Стало у окна, чтобы он было лучше видно. Возникла небольшая... У меня тут возникла небольшая с ними проблема. Они не легли спать. И теперь они, знаете, вот когда дети перегуляют, у них такое состояние... Точнее, они доводят родителей до такого состояния, что хочется их уложить на весь день. Егор! Что-то невозможно. Вот, ждем Кристину и поедем сейчас. Надеюсь, они в машине хоть... Вот так вот моя прочёсочка выглядит. Ничего, что я не разрешаю ходить по кровати? Что, да? Уселись мы такие в машину. Ждем Кристюху. Честно, с меня, мне кажется, 7 потов сошло, пока я пристегнула эти несчастные кресла. Это что-то... Это что-то просто нереальное, невозможное, блин. Во-первых, эти кресла им уже маленькие. Вот эти инглезина, которые до 18 килограмм, что ли они. Но я не знаю, до каких 18 килограмм они. У меня даже дышка появилась. Вот, просто реально нужно быстро. Вот сейчас Кристина со школы сразу прибежит в машину. Я ей взяла перекус тут, водичку. Она перекусит и поедет на тренировку сразу же. Потому что если... Ну, сейчас такая погода, что быстро не поедешь. И приходится в машине ей перекусывать. А так, конечно, когда нормальная погода была, когда не было снега, она у меня дома кушала. И мы в целом успевали на тренировку. Ну, сейчас у меня ещё вот два товарища, которых надо было дотащить, усадить, поставить кресло. Потому что у меня в машине были другие кресла, новые. Мы их переставили к Саше, потому что они чаще ездят там. Но так как Саша уехал, в общем, эти кресла у меня. В общем, теперь вот эта запутанная схема. Кресла, конечно же, никто не прицепил. И в целом там не сложно. Это же изофикс. Но это ж нужно уметь и знать, понимаете. А не первый раз наугад как бы пристёгивать. А, ну подожди, мы Кристину ждём вообще-то. Вот. Ну, вроде у меня всё получилось. Но единственное, конечно, ещё вокруг машины лужи. Я в этих лужах ногами. Хорошо, кома не промокает. И хорошо, что я не додумалась надеть свои замшевые сапожки. И типа пофорсить там, знаете, типа такая красивая. Хорошо, что я додумалась одеться так, как я гуляю с детьми. Потому что я в целом планирую с ними погулять, конечно, несмотря на то, что они кашляют. Но температуры-то нет. Пусть гуляют чуть-чуть. Хотя я не знаю в такой погоде, опять же, как они будут гулять. Что там вообще на площадках творится. Может, и негде будут гулять даже. В общем, посмотрим, ладно, что будет. И как. Так, ну, это ещё тот квест, конечно. Фу, ладно, можно выдохнуть, чуть передохнуть. Сейчас заберу Кристину, у неё рюкзак заберу. И поедем на тренировку. Да, вроде нормально успеваем, всё. У меня, правда, ещё вопрос, где там встать. Куда там припарковаться, потому что у нас во дворах всё очень печально. Но, надеюсь. Надеюсь, всё получится. Чтоб вы поняли, чтобы вы поняли, что это мой день. Что вы думаете, я до сих пор на одном месте? Нет. Прошло полчаса, мы уже сделали кружочек и вернулись домой. Потому что Кристина забыла рюкзак. Точнее, его и я как бы забыла, получается, взять. Да, потому что она же со школы шла. И, короче, а он был, ну, не на видном месте. Он у него в шкафу был. Я что-то как-то даже не подумала. И, в общем. Благо, хоть мальчички, конечно, уснули. Но ещё ужас какой ехать по дворам. Везде все застревают, скользят. Одна машина въехала в другую. Просто потому, что ей было не повернуть. А она как бы заскользила и врезалась в стоячую припаркованную. Короче, какой-то ужас. На самом деле, один стресс вокруг. Надо было бахнуть, наверное. Не знаю, чего-нибудь успокоительного. Потому что я пока вот сделала этот кружок, доехала обратно к дому. У меня уже стресс. А мне ещё парковаться в том дворе, где Кристина занимается. А там вообще всё не очень хорошо. Даже так, когда нет сугробов. Короче, не знаю, чем это всё закончится. Но чувствую, точно мы опоздаем. Вот это прям предчувствую. Но это вот день, понимаете, он как вот начался, так он и продолжается. Прекрасно, не замысловато, не как всегда, знаете, чтобы не было скучно и монотонно. А ещё у нас машины в семье всегда заправляет Саша. И, конечно же, сегодня, именно сегодня у меня, видите, где стрелочка бензина? Ну, правда, машина пишет, что мне, типа, 66 километров. То в целом мне, конечно, хватит и туда-обратно. Но это просто. Это вот всё к одному. Ну что, мы всё-таки доехали. Ну, почти не опоздала Кристина. Там буквально на 5 минут опоздает. Наверное, пока переоденется. Слушайте, ну это был какой-то трэш. Ну, в целом, ехали-то нормально. Что-то дети у меня, видите, поспали и раскашлялись. И у меня что-то голова разболелась нереально. Вот миллион раз говорят, не нервничай. Вот что поменяло то, что я понервничала. И ничего, кроме того, что у меня заболела голова. А теперь я сижу и думаю, куда нам пойти с детьми, чтобы не было луж вокруг. Не знаю, попробуем, наверное, сходить. Может быть, посмотрим, что. Куда-то сходим. Ну, мы, наконец-то, дома. Вы не поверите, но мы смогли. Но, честно, я решила для себя, что проще сказать, что Кристина заболела, нежели вместе с ними поехать ещё раз куда-то. Потому что, ладно, половина времени они проспали. Но Игорь достаточно быстро проснулся. Молодцы. На место ещё убрали? Но потом ему пришлось дать мультики, чтобы он не капризничал. Вот. Дима спал. В принципе, практически весь час он проспал, пока Кристина тренировка шла. Но когда он проснулся, они вместе, мы сказали, что давай уже выходить. Нам надоело сидеть. Пришлось изобретать велосипед и говорить, что сейчас поедем в магазин. Что-нибудь купим. Мы поехали домой. Заехали на заправку, потому что, вы же видели, у меня машина уже как бы просила покормить её. И мы заехали на заправку. Я, в общем, пыталась вспомнить, как у меня открывается лючок на машине. Ладно, Бог. После тыканья на него я вспомнила, что там есть, оказывается, кнопочка в салоне. Открыла. Потом открутила. В общем, нормально всё вспомнила. Прихожу на кассу. А я телефоном всегда плачу. И у меня не открывается вот это приложение, которое по плате, в общем. Как бы оно всегда у неё смахивается снизу вверх. А тут оно не смахивается. Нет его. А на днях у меня обновление пришло на телефон. Я обновилась. Ну, как вы думаете, я посмотрела, как оно вообще там... Ну, как бы нет. Стою на кассе, машина заправляется. У меня ни налички с собой, ничего. Вот телефон только. Я думаю, так, я уже стою, придумываю, какие у меня будут пути решения. Думаю, блин, может, переводом там как-то можно будет. Короче, перезагружаю телефон в этот момент. Но благо, в общем, он, правда, перезагрузился. Ничего нового не появилось, не изменилось. Я зашла через уже Google Play, нашла это приложение. Уже так его запустила. Ну, благо, оно запустилось, нашлась. Моя карта, всё было окей. Это просто какой-то трындец, если честно. Какой-то денёк такой с приключениями. Но, правда, потом мы доехали до дома. Нормально стало. Я припроковалась на то же место, с которого я уехала. Вот. И благо, даже я нигде не застряла. Везде проехала. Всё было отлично. Несмотря на мои такие... Сегодня... Кружение, круги по кругу дома. В том числе. Очень многие машины, кстати, застревали сегодня. Не могли заехать. Я в целом везде заехала, везде вставала. Нормально было. Это я довольна, конечно. Главное, что мы уже дома. Дети уже играют. Учу их убирать за собой игрушки. То есть вот они что-то взяли, поиграли. Потом я их заставляю убирать всё по местам. И брать что-то новое, если хочется. Потому что иначе это полный какой-то коварбас. Хаос и так далее. Егор возмущается, но убирает. И Дима иногда пытается меня игнорировать. Но недолго мы в это выходим. Тофи. Тофи, нельзя. Кристина мне рассказывает, как их учили сегодня делить в столбик. Ну давай. Она мне начала вообще там с азов. Вот здесь ответ записываю. Ну понятно, но вот это у тебя тоже неправильно написано. У тебя сразу не получилось. Почему? Я вот это три раза беру. Подожди. Ну хорошо. Берёшь ты три. Дальше что ты делаешь? Ну потом это число, которое... Так один ты как получила? Так я... Я здесь. Потому что я из пяти... Из пяти... Ты, короче, неправильно это сделала, поэтому нифига не поняла и запуталась сама. Не понимаю. Что ты поняла? Смотри, ничего ты не поняла. Я поняла. Ничего ты не поняла. Неправильно. Мать всё объяснит. Так, смотри. Меньшее число от пяти какое? Три. Мы можем пять получить из трёх как-то? Если, например, два возьмём, два на три, мы можем получить пять? Нет. Значит, какой берём? Один. Почему? Потому что один умножить на три сколько? Три. Три. Значит, один умножаем на три, тут пишем три. Пять минус три. Два. Два. А это сюда сносим. Двадцать семь. Дальше. Двадцать семь на три можно поделить? Мы с остатком учили. Ты мне скажи, двадцать семь на три можно поделить? Да. Сколько получается? Это тоже с остатком. Девять. Ну, значит, сколько мы должны сюда написать? Девять. Девять. Девять на три. Девять. Двадцать семь минус двадцать семь. Ноль. Ноль. Что это? Нас не так учили. Девять. 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 Продолжение следует...